Добрый вечер, новости в эфире Тагил-ТВ. Мои коллеги и я, Алла Кузнецова, готовы рассказать о событиях дня. Вначале о главных темах выпуска коротко. Вспомнить родных добрым словом. Сегодня православные отмечают радоницу. День особого поминовения усопших. На кладбище пришли тысячи тагильчан. Мебельная фабрика чуть не сгорела в селе Петрокаменское. Под угрозой возгорания оказались и жилые дома. Огонь тушили почти 10 часов. Марафон субботников продолжается. Эстафету подхватили кадеты. Отмыли памятник воинам, погибшим в локальных конфликтах. А теперь обо всем по порядку. Вспомнить родных добрым словом и перейти к ним на могилу. Сегодня православные отмечают радоницу. День особого поминовения усопших. На городские кладбища сегодня пришли тысячи тагильчан. Радости от праздника многие не получили. Что вызвало недовольство у горожан, расскажет Анна Кизилова. Пробка длиной в несколько километров. Она началась от кинотеатра «Урал» вплоть до центрального кладбища. Вместе с легковыми автомобилями на Рогожино устремились и автобусы. К родительскому дню муниципалитет добавил несколько дополнительных маршрутов. Но очередь на посадку все равно выстроилась. Каждый тагильчанин спешил на кладбище, чтобы помянуть своих родных. Как все люди ходят, так и мы тоже. Молодцы. А зачем, для чего? Обычай такой. По-русскому. Мне вот 76. И продолжаю ходить, и ходить буду. Всегда. Пока ноги позволяет, всегда ходим. У мужа отец похоронен. У меня отец фронтовик. Он погиб не здесь, но я сюда прихожу. А остальные родственники далеко. Но навещаем всех, даже коллег по работе. Рядом с воротами центрального кладбища оживленно велась торговля искусственными цветами. Одну розу или тюльпан можно купить рублей за 30. Цена одного букетика цветов, корзинки или венка от 130 рублей и выше. На цветы горожане не скупились. Единственное, о чем жалели, о состоянии кладбища. К празднику, заверяют люди, территория оказалась неубранной. И меня удивляет, а почему в такой праздничный день, когда кругом мы ходим к куче мусора. Кто за это отвечает? Кому принадлежит это? Кто вообще несет ответственность за это? Почему мы приходим сюда с цветами и глаза наши слезятся от гор, от этого мусора? Это же все-таки святое место. С уборкой кладбищ в этом году задержались, говорит Анатольевич Усоветин. Конкурсы прошли поздно. Тендер на вывоз мусора со всех кладбищ выиграл частный предприниматель. Заключили контракт, сегодня в полном объеме идет работа. Уже 4 дня кладбище очистено. Но, естественно, сегодня и вчера, особенно, когда люди пришли чистить и убирать могилы, сегодня будет, конечно, много мусора вынесено. С завтрашнего дня мы начинаем уборку. Уборка кладбищ, говорит Анатольевич Усоветин, продолжатся. Все необходимые документы, в том числе и на размещение мусора на полигоне, есть. Анна Кизилова, Игорь Харьков, Павел Охотников, Сергей Иванов. Новости ТГИЛ-ТВ. Мебельная фабрика чуть не сгорела в селе Петрокаменское накануне. Пожар тушили в течение нескольких часов. Ликвидировать огонь удалось лишь в 11 вечера. Сгорел цех сборки мебели, ряд строений и оборудования. В результате пожара повреждено огнем здание столярного цеха, уничтожена кровля, уничтожено производственное оборудование, а также 25 кубических метров обрезной доски. Площадь возгорания составила 1500 квадратных метров. На борьбу с огнем вышли 48 пожарных и 13 единиц техники. Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются. По словам огнеборцев, главное, что удалось не допустить распространение огня на жилые дома. 16-летний подросток погиб в минувшие выходные. Парень упал с балконом на гэтажке по улице Дружинина. По словам очевидцев, молодой человек выпал не из собственной квартиры. О причинах, толкнувших юношу на отчаянный шаг, пока ничего не известно. От полученных травм он скончался в больнице. В данный момент проводится в порядке 144-145 Уголовного процессуального кодекса предварительная проверка, в ходе которой будет принято решение об отказе либо о возбуждении уголовного дела на предмет наличия либо отсутствия признаков преступления ст. 110 Уголовного кодекса РФ либо ст. 105 Уголовного кодекса РФ. В тот же день в городе произошли еще два подобных случая. На улице Гвардейская с балкона своей квартиры сбросилась пенсионерка. А мужчина, житель Тагилстроевского района, пытаясь попасть к себе в квартиру через балкон, не удержался и сорвался вниз с девятого этажа. Оба погибли. Кражи вещей из автомобилей участились в Нижнем Тагиле. С начала года зарегистрирован не один десяток подобных фактов хищения. Чаще всего автомобильные воры, говорят, в полиции действуют в вечернее время суток. Караулят жертв на автостоянках у торговых центров, банков, жилых домов. Особый интерес у злоумышленников вызывают автомобили с ценными вещами, которые находятся в салоне. Барсетки, папки с документами, женские сумки, магнитолы. Оставлять свой автотранспорт необходимо либо в гаражах, либо на охраняемых площадках. Также выйдя из автомобиля, убедитесь вторично, закрыли ли вы машину, сработала ли сигнализация. В случае, если вы обнаружили пропажу ценностей из своего автомобиля, необходимо незамедлительно сообщить в правоохранительные органы. По горячим следам, говорят, в полиции найти злоумышленников гораздо легче. Марафон субботников в городе продолжается. Сегодня за грабли взялись кадеты и воспитанники военно-патриотических клубов. Приводили в порядок памятник воинам-тагильчанам, погибшим в локальных конфликтах на набережной Тагильского пруда. Репортаж Альбина Сокозлаускаса. Собирать листву и орудовать граблями кадетам не лень. Они уже привыкли к подобной работе. В субботниках участвуют каждый год с удовольствием. Сначала школьники получают инструменты и перчатки. Фронт работ большой. И памятник вымыть, и мусор убрать, и мешки вывезти. Все в мешочки сложить. Мешки мы потом поставим вот туда к мусорке, чтобы машина их вывезла. На массовый субботник в рамках весенней недели добра собралось порядка ста человек. Кадеты, воспитанники военно-патриотических клубов. Ребята говорят, справятся быстро, коллектив у них дружный. Сейчас я делаю уборку два раза в год, весной и осенью. Еще сотрудничаю с другими организациями военно-патриотическими. Гранит. Ну вот там он приезжает. Мемориал и территорию вокруг школьники готовят к празднованию Дня Победы. Помимо листвы и сухостоя собирают и бытовой мусор. Буквально 20 минут и результат работы, как говорится, налицо. На мероприятии около 100 человек очищена зона, прилегающая к мемориалу. Зеленая зона и сам памятник приготовлен. Теперь ребята надеются, что тагильчане их труд оценят и не будут засорять набережную вновь. Альбина Сказлаускас, Павел Охотников, Анатолий Тютин. Новости Тагил ТВ.